Всем привет, ребят! С вами DreadResourceMegaObzor.com. Я очень рад вас видеть. Сегодня понедельник, а значит время для железных тестов. В центре внимания материнская плата Asus Saber II Z170 Mark I. Эта плата относится к серии Ultimate Force. Она получила мощную систему питания, дополнительные вентиляторы, внешние термодатчики, усиливающие пластину и стильную защитную броню. Заинтригованы, тогда приступаем. Подставляется плата в компактной упаковке из темного картона. На крышке нанесена уже привычная наклейка с бонусом World of Warships. На обратной стороне приведены технические характеристики и преимущества этой серии. Комплектация расширена. Она включает 4 кабеля SATA, 3 выносных термодатчика, рамку для процессора, цепочку для жетона, Q-коннектор, набор заглушек для портов, плату Hyper M2, 2 комплекта винтов M2, мостик SLI, заглушку на заднюю панель, 2 вентилятора, один противополевой фильтр, винты для вентиляторов, 2 заглушки для разъемов оперативной памяти, а также диск и программное обеспечение. Asus Ever2 Z170 Mark I выполнен в форм-факторе ATX. Габариты традиционные. Прослеживается хорошо узнаваемый стиль своей серии, но со своими косметическими и функциональными правками. Из изменений отмечим изменение формы заглушек для разъемов, теперь они не симметричны. Также изменили кожух радиатора, прохлаждения чипсета. Здесь добавлена светодиодная подсветка. В полном обвесе с броней плата не выглядит перегруженной. Все элементы гармонично создают общий агрессивный внешний вид платы. Она по праву станет украшением сборки в корпусе с прозрачным окошком. На обратной стороне находится массивная металлическая пластина. Она добавляет прочности и отводит тепло от силовых элементов. Проблем со сборкой не возникает. Кожух Asus Ever2 Z170 Mark I можно разбирать частично. В частности, над процессорным разъемом находится металлический жетон. Он снимается. На его место можно установить вентилятор. Освободивший жетон, без проблем можно повесить на комплектную металлическую цепочку. Этот вентилятор нагнетает воздух под кожух. Еще одна съемная крышка находится в районе разъемов задней панели. Ее демонтаж потребуется для фиксации вентилятора под кожухом. После монтажа крышка устанавливается обратно. На кожухе имеется две заслонки. С помощью ников фокусируется воздух от вентиляторов. Для изучения начинки мы полностью разобрали кожух. Крепится на винтах. Броня выполнена из темно-серого и черного пластика с матовым покрытием. Предполагаю, что со временем здесь будет собираться пыль. Нужно будет периодически продавать его сжатым воздухом. Но у меня нет опыта длительной эксплуатации плат с подобными кожухами. Если он есть у вас, пожалуйста, отпишите свои впечатления в комментариях. Парада реализована в этой плате подсистема питания. За управление отвечает ASP1405. Качественные конденсаторы и дроссели. Драйвера AR3535, удвоители 3599. Справа от радиатора, установленных в 450, вынесено пять светодиодных индикаторов с яркой оранжевой подсветкой. Для подключения накопителей доступно восемь SATA портов. Четыре из них находятся в составе SATA Express. Два работают с отдельным контроллером ASM1061. Они выкрашены в светлый цвет. Есть разъем для M.2. Он скрывается под защитной пластиковой заглушкой. Есть три PCI-A. Два из них работают по схеме X16. Если ставите две видеокарты, схема будет X8-X8. Есть один X4, а также три PCI-X1. Asus Saber 2 Z170 Mark I располагает четырьмя слотами для памяти DDR4. Максимальный объем 64 ГБ. Освободившиеся разъемы можно заполнить комплектными заглушками, чтобы не собирать пыль. На борту две колодки USB 3.0, две USB 2.0 и набор традиционных разъемов. За звук в этой плате отвечает Realtek 1150. Есть ЦАП для наушников. Сетевые возможности с помощью Intel 219. На заднюю панель вывезено 5 USB 2.0, кнопка BIOS Flashback, HDMI, DisplayPort, 2 USB 3.0, 2 USB 3.1, 1 USB Type-C, 5 аудиоразъемов, оптический аудиовыход, 2 сетевых разъема. Asus для каждой своей серии готовит свое оригинальное оформление BIOS. Как и ранее есть раздел для любителей Asmode. В частности здесь можно переключать режимы энергоизбережения и оверклокинга, а также контролировать работу компонентов в виде наглядных графиков. Для профессионалов есть расширенные настройки. Здесь есть весь необходимый функционал для набора и настройки компонентов. Возможность оверклокинга добавлены разделы Tweaker Paradis и экстремальный оверклокинг Hyperkit Mode. Есть инструменты для мониторинга компонентов. В частности отсюда можно управлять подсветкой. Для тех, кто не хочет разбираться с BIOS, доступна утилита ALSUI 3. Здесь также дублируется большинство настроек, доступных в BIOS. В целом управлять и настраивать эту плату приятно и понятно. Мы собирали систему на процессоре Intel Core i7-6700K. С двумя видеокартами. Одна сборка была на GTX 980 от FGA. Вы видели у нас обзор, это видеокарта с водяным охлаждением, а также новая видеокарта NVIDIA GTX 1080. Обзор не так давно вышел у нас на канале. Я приведу ссылку в описании к этому видео. Процессор нам удалось разогнать до частоты 4700 МГц. На этой частоте он работал стабильно, сбоев и проблем зафиксировано не было. Если подать итоги по Asus Saber 2 Z170 Mark I, эта система подойдет для сборки игровых систем в связке с флагонскими видеокартами, а также для начинающих оверклокеров и любителей моддинга. Из оригинальных возможностей заслужат внимание внешние температурные датчики, дополнительные вентиляторы, защитный кожух, зоны с подсветкой, запас мощности силовой системы, а также расширенные возможности программного обеспечения и BIOS. Понравилась комплектация. Сбоев и проблем в ходе тестирования выявлено не было. С удовольствием обсужу с вами Asus Saber 2 Z170 Mark I в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока.